Турция действительно страна, обросшая мифами и легендами, даром что рядом с Грецией. Особенно, когда ты и есть тот самый реликт, человек из очень немногочисленной и все время сокращающейся касты, россиян, которые в Турции до сих пор не были. Сочиняет про Турцию, правда, многое и многие. Начиная с челноков, подавляющее большинство их отзывов, восторженные. Конечно, многие на такой торговле неплохо поднялись. Заканчивая ювелирами, российскими. Это страшные сказки про турецкое золото. Это примеры из прошлого. Хотя и сейчас мифов хоть отбавляй. Тоже и позитива и негатива хватает. Центральное ТВ в основном хает. Отравились, заболели, врачи по копеечной страховке лечить не стали. А по почти сгоревшей путевке за 128,5 долларов, купленной в турагентстве с красноречивым названием, чем название красноречивее, тем сильнее запах кидалова. Так вот, по ней расселили не сразу и черт знает где. И это чуть ли не с каждым первым происходит. То ли дело наш российский ненавязчивый сервис. Ну, это вот Краснодарский край, который на самом деле рай. Спрашиваешь знакомых, друзей, родственников и просто недавно побывавших. Все классно, все круто. На следующий год туда же. Нет, косяки, конечно, тоже случаются. Но совсем не так часто. И в основном с теми, кто уже совсем не оправданно экономит. Или, попросту говоря, жадничает. Ну, вот так примерно седьмой континент открывает для вас вместе с Пегас Туретик немножко другую Турцию. Раньше это были великолепные дельфины. Сейчас другие немножко отели и место другое. Раньше сюда никто не забирался. В этот район Аланьи. Рядышком с нашим любимым Махмутларом. Помните, да? Я вам недвижимость показывал. И другие отели немножко. Естественно, здесь, в этом районе, вас ждет не только туристический отдых, но и великолепный шопинг. Потому что рядышком метро, где я приоделся. И супермаркетал о нем. Поэтому в тот момент, когда вы хотите не только отдохнуть, но и затариться, это вот, пожалуйста, все реализовано. Так ехать или не ехать, вот в чем вопрос. Да ты заквачен. Конечно, гордый Гамлет все и так уже видел. Правда, только по телеку с помощью своего друга Лехи. И не гоже ему туда, куда все. Но с другой стороны, не успеешь оглянуться, а все уже были. А ты еще нет. Ну что ж, на третий день нашего путешествия мы прибыли в Сиде. Если до этого все отели вызывали либо просто приятные чувства, либо чувство освещения, то вот эта схема вызывает некоторый страх. Что ж, посмотрим, так ли это. И вот мы, как в фильме «Большой куш». Самолет, турвиза, то есть турецкая виза. За 20 баксов. А потом шампанское в автобусе по пути в то, что 4 часа назад для тебя было еще мифом. Кстати, в том, что мне здесь случайно сделали слова «турция» и «туризм» словами однокоренными, мы, наверное, уже не раз убедились. Конечно, если смотрели все серии отчета о нашей поездке. На самом деле, страх или чувство замешательства вызывает только размеры территорий. Все остальное – чувство «high quality», то есть высшее качество. Есть, конечно, небольшая доля лукавства в наших рассказах о прелестях турецкого отдыха. Потому что сами-то мы были в командировке. А послали нас в хорошем смысле. Руководители фирмы «Седьмой континент». И главный аргумент в нашу пользу. Мы, приехав из рекламника, не только рассказываем, но и показываем, и имеем не одну, а, по крайней мере, две точки зрения. Два взгляда на проблему. И побольше нам таких проблем. Проблем такого рода, как отдых в Пурции. До боли знакомое такое местечко. Вы его видели неоднократно. Я вам показывал его. Отель «Тюран Принц». Это такой парк. Как-то нам посчастливилось здесь в рекламнике остановиться, потому что в свое время нереально было здесь отдохнуть. Знаете, 2005 год. Цены совсем другие были. Чем Турция удивляет? В 2010 году. Тем, что, во-первых, аквапарк не развалился. Трубы здесь не текут, как в отдельных аквапарках. Поменены светодиодные светильники. Да, и выстраивается новая линия. Вот таких вил. Да, и в завершении, конечно же, немножко перефразирую английский язык. «Тюран Принц» разобью на два слова. «Тюран», то есть «ту», «ран», куда? В седьмой континент. За путевками. Вот сюда. И, кстати, это можно сделать. И полететь за недорого. В заключении «Блиц». Все мысли, ощущения и впечатления одной строкой с видеоподтверждений. Мысли первые. В турецкой архитектуре, в отличие от всемирного спорта, контроль за допингом, анаболиками и другими стимулирующими веществами не так строг. Результат на ваших экранах и в наших круглых от удивления глазах. Мысль вторая. Первый раз в Турцию надо по возможности ехать в рекламник. Увидите практически все курортное побережье. Хотя около 80 отелей за всего несколько дней – это крутовато. Третья мысль. Так питаться, точнее дорваться до бесплатного. Большинство отелей в Турции сейчас имеют систему «Все включено». А то и «Ультра» все включено. Нельзя. Нельзя нигде, кроме Турции. Мысль четвертая. Турция – первый из стран дальнего зарубежья, который оказался в рублевой зоне. Гордость берет за наш бывший деревянный. Им можно расплачиваться наряду с долларом и евро. Но, по-моему, пока только в Турции. Ну, мысль последняя. Время пролетело, как один миг. Уезжать не хотелось. «Дьюти-фри» неплохой. Так поднимем же наши бокалы с напитками из турецкой беспошлиной зоны и пообещаем вернуться в страну с красным флагом. Еще не раз. Ну, информация из-за ряда полезная. Все-таки середина лета. Хочется отдохнуть. И можно уехать и сегодня, и завтра. И, в общем, поливать на все остальное. Потому что вместе с синим континентом можно улететь и из Уфы, и из Екатеринбурга, и из Челябинска. Есть у них свой трансфер. Очень удобно. За недорого. Если есть желание отдохнуть по принципу «А давай мы купим то, чего здесь нету и задешево», тоже есть такая возможность. Фирменный пегасовский отель есть. Каптан в центре Алании. Очень удобно. 500 метров до метра и примерно полтора километра до Аланиума. Кроме всего прочего, там действительно есть что посмотреть в Алании. Город не очень большой, но зато очень уютный.